Здравствуйте! Это Культурный город на телеканале Нашему Тещи. Меня зовут Юлия Федериненко и сегодня наша программа посвящена памяти Владимира Семеновича Высоцкого. ПЕСНЯ Вместе со мной сегодня в студии Анатолий Афанасьевич Пережогин. Здравствуйте, Анатолий Афанасьевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Анатолий Афанасьевич у нас представитель Союза писателей-переводчиков Московской городской писательской организации, а также заместитель и председатель регионального отделения Содружества творческих сил и автор двух книг, которые посвящены творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Анатолий Афанасьевич, скажите, пожалуйста, когда вы увлеклись творчеством Высоцкого? Ну, это своеобразная линия жизни. Она началась еще в детстве. В 67-м году, когда я был подростком, как и многие, увидел впервые фильм «Вертикаль» и сразу почувствовал родство с Владимиром Семеновичем какое-то. Ну, я-то думал в свое время, что это не обычное дело уже потом. Ведь родным его считают теперь миллионы его почитателей во всем мире. Но чуть позже я расскажу, что это на самом деле не случайно произошло. Так вот, в 67-м году я со своими друзьями сразу полюбил его песни, мы их стали петь, напевать. И сразу начали следить за его творчеством, отслеживать все фильмы с его участием. И даже те фильмы, где он не играл, а только его песни звучали. Нам нравился он не только как исполнитель, автор-исполнитель песен, а как актер. Мы восхищались его игрой в фильме «Служили два товарища». Это 68-й год. В 69-м году мне посчастливилось, мама тогда работала киномехаником, прямо с аудиодорожки записал на магнитофон опасные гастроли. Я пришел в кинобудку, мне разрешили, и прямо с аудиодорожки записал на магнитофон. И представляете, какое это было богатство. Ну, а в дальнейшем, о чем я не мечтал, когда я стал учиться в институте, в МИФИ, я стал попадать на спектакль с его участием. Это особая история, как мы попадали. Это очень интересно было. Если бы у нас было время, я бы, конечно, вам рассказал. Вот. И когда его не стало... То есть, вот, определенные вехи были в жизни. Например, в 81-м году на день рождения один из моих друзей подарил вот такое изображение. На алюминии, здесь значок ВДНХ СССР 1981 года, и внизу написано «товары народного потребления». Ну, слово «товары» здесь, конечно, такой сомнительный смысл имеет. А вот «народного потребления» в точку совершенно, да? Такая фотография-постер, скажем так. Да. Ну, вот это удивительно. 81-й год. И вот не совсем... Не изменилось. Храните бережно, наверное, да? Вот. Ну, я не все события, конечно, здесь упомяну. Некоторые только вехи. Вот одна из них в 2005 году в Королеве. Вы знаете, в Королеве, тогдашнем Калининграде, 16 июля 80-го года, Владимир Семенович дал свой последний концерт авторский. И вот этому событию в 2005 году собирались такой фестиваль, конкурс посвятить. И к этому конкурсу я написал поэму Владимиру Семеновичу, посвященную «Венок сонетов». Я надеюсь, что сегодня фрагмент вам прочту. Но, к сожалению, фестиваль тогда не состоялся, а поэма осталась. И в дальнейшем я над ней работал. И она дала, кстати, название первой книги. Вот она. Он пришел дать нам волю. Ну, вот сегодня у нас они в студии. Расскажите, пожалуйста, об этих книгах. Это первая и вторая уже, да, которая совсем недавно вышла. Да, вторая-то вышла буквально в этом месяце. Так что это совсем свежая книжка. Ну, вот первая книжка, она год назад вышла. То есть небольшой срок совсем прошел с момента выхода первой книги. И я стал, собственно, представлять эту книгу. Делал такие лекции презентации или концерты презентации. И то, как люди относились, какая создавалась атмосфера на этих встречах. Все это вдохновляло на создание новых стихов. И более того, я стал писать песни. И все это, конечно, уроки Владимира Семеновича Высоцкого. И вот одна из этих песен теперь открывает книжку вторую. Он пришел на волю, имеет то же самое название. Почему такое название выбрано? Откуда взялось? Ну, вот по поводу названия первой книги я сказал. Это название поэмы. А второе, ну, собственно, это видоизмененное название романа Василия Макаровича Шукшина. Это друг Владимира Семеновича. Он сам об этом говорил неоднократно. И Василий Макарович собирался экранизировать этот роман. Но, к сожалению, смерти не позволила. И в этом фильме главную роль должен был исполнить как раз Владимир Семенович. Ну, и по существу, конечно, фраза эта действительно имеет смысл. И я посвятил, собственно, написал песню с таким же названием. Могу сейчас ее вам представить. И тут в этой книжке даже есть ноты. Песня эта с таким несложным мотивом. Это намеренно, потому что, вы знаете, театр на Таганке, где работал Владимир Семенович. Он начинался с пьесы Бертольда Брехта, «Добрый человек из Сизуана». Для спектаклей Бертольда Брехта характерны зонги. Зонги – это такие простые песни, цель которых – разбить повествование драматическое или дать авторский комментарий. Вот в таком стиле и написана эта песня. Я с вашего разрешения встану, просто легче будет мне немножко исполнять. Пожалуйста, тексты, конечно. Он пришел дать нам волю, Правдой душу лечить, Чтобы лучшую долю Мы смогли получить. Он пришел дать нам волю, Над собой расти, Съесть в работе путь соли, Жизни смысл обрести. Съесть в работе путь соли, Жизни смысл обрести. Он пришел дать нам волю, Мир друг друга любить, Злобу худшие роли, В этой жизни жить. Он пришел дать нам волю, Неужели не возьмем? Но забудем мы, что ли, То, о чем здесь поем? Но забудем мы, что ли, То, о чем здесь поем? Он пришел дать нам волю, Без сомненья узнать, И один в поле воин, Смело жить не стенать. Он пришел дать нам волю, Вдохновенно творить, Дверь на вольную волю, Широко отворить, Дверь на вольную волю, Широко отворить. Он пришел дать нам волю, В жизни счастье найти, Быть открытым, как поле, И все время в пути. Он пришел дать нам волю, Неужели не возьмем? Но забудем мы, что ли, То, о чем здесь поем? Но забудем мы, что ли, То, о чем здесь поем? Спасибо, Анатолий Афанасьевич, за ваше исполнение. Присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что Владимир Семенович и говорим об этом, да, человек очень разносторонний, поэт и писатель, и режиссер, и актер. А вот скажите вам, как человек, увлеченного его творчеством, какая сторона его ближе? Ну, конечно, поэтическая. Он, собственно, в первую очередь себя считал поэтом. Кстати, последний концерт, который проходил в Калининграде, упомянутый 16 или 80-го года, знаете, как начался? Там его объявили, выступает поэт Владимир Высоцкий. И это немножко удивило публику, потому что все привыкли воспринимать его как барда, как артиста. А он вышел и пояснил, да, для меня это теперь основное занятие, творческое занятие, это написание стихов. А то, как я их исполняю, это особая форма декламации. Конечно, и артистический дар тоже мне сейчас близок, тем более, что я начал выступать со своими композициями, авторскими, поэтическими, теперь и музыкально-поэтическими. Собственно, это уже 10 лет происходит. И, в общем, я уже говорил, что мы с самого начала следили за ним и как за артистом. И нас он восхищал не только как автор-исполнитель, но и как настоящий, великолепный артист. Он создал просто замечательную роль. А вот скажите, пожалуйста, учитывая, что увлечение переросло все-таки уже в некую такую работу исследовательскую, может быть, когда вы поняли, что вы начали заниматься уже его творчеством профессионально, с какой-то такой точки зрения, аналитики, может быть? Ну вот это произошло как раз год назад, когда я стал готовиться к концертам презентации первой книги. Вот тогда я стал основательно знакомиться с различными воспоминаниями, смотреть видеоматериалы тщательно. И тогда я, кстати, сделал для себя одно очень важное открытие. Когда я начал читать характеристики Владимира Семеновича, данные им его близкими, его друзьями, его коллегами, то вдруг обнаружил, что я читаю о своем старшем брате. Вы знаете, просто есть интервью, радиоинтервью, где буквально теми же словами одноклассница говорит о моем старшем брате. Для меня старший брат, не только для меня, для всех в нашей семье, это авторитет большой. В общем-то, и вот его духовные качества, его стержень духовный, он отражен на фотографиях, и легко увидеть близость с Владимиром Семеновичем. Это даже просто на фотографии. Я в предисловии такую фотографию во второй книге поместил. Люди могут убедиться в этом. И характеристики, данные ему, разными людьми, тоже поместил, чтобы показать, что вот мое ощущение, оно не голословное. И поэтому мое отношение к Владимиру Семеновичу, родственное такое отношение, оно действительно буквальным оказалось. Много ли песен у вас, посвященных Владимиру Семеновичу Высоцкому? Одну мы уже услышали. Ну, уже несколько песен. Вы знаете, у меня есть песни, которые написаны не то чтобы в стиле его, характеры, может быть. Ведь знаете, что он многие серьезные темы облекал в шуточную форму. И у меня есть тоже такого рода песни, вот теперь уже в таком шуточные. И тексты этих здесь вот во второй книге они есть. Здесь много таких текстов. Кстати, любопытно еще, прошу прощения, да, я, может быть, не дополню. Когда я создавал первую книгу, я включил в нее не только поэму, посвященную Владимиру Семеновичу, и стихи ему посвященную. Здесь стихи разных лет, которые так или иначе, как мне кажется, отражают мое отношение к поэту и артисту. Ну, и вот, как я сказал, это не случайно, позже-то я выяснил, что вот эта близость, она определенная вполне. Так что, а вот вторая книга в большей степени уже новая. То есть здесь много текстов, которые написаны за последний год как раз. Ему посвященные. Вдохновляют меня вот те встречи, которые я проводил с читателями, со слушателями. И выступления, кстати, интересные. Во время таких встреч слушатели делают подарки. Вот, например, книжка «Перевод Высоцкого на болгарский», изданная в 1984 году, болгарская книга. И вот тот альбом, замечательный фотоальбом Владимир Высоцкий. А есть и другого рода подарки. В доме Булгакова на презентации в октябре прошлого года выступила Наталья Петровна Лебедева-Семенова и рассказала о том, историю о том, как он ей посвятил песню. Песня эта довольно известная, она называется «Ирическая». Меня впечатлил ее рассказ, и я написал такой шут, поскольку песня Владимир Семенович здесь шутливая, то, значит, и я в шутливой форме изложил ее историю. Я и прочитал по телефону это стихотворение, она сказала, ну, как будто вы там были. Ну, и я тогда решил уже обнародовать это стихотворение, оно тут тоже есть. Теперь у меня есть совершенно недавняя мелодия к этой песне, но сейчас просто еще я не готов ее исполнять, а просто сейчас вам пока, может быть, прочту эту историю. Она любопытная. И, кстати, она демонстрирует здесь природное, одно из редких природных качеств Владимира Семеновича и его скромность. Скромность и такт. Об этом все говорили, это сохранилось до конца жизни, поскольку это природное качество. И вот, послушайте, стихотворение называется «На дне рождения в 64-м» рассказ «Виновница торжества». Это от лица Натальи Петровны как раз Семеновой. Давнишний друг стаганки пригласил две будущих звезды на день рождения. Мне 18, на подъеме сил и радовалась, и цвела везде. Один был Толя, а другой Володя, Васильев и Высоцкий. Красота, Хоть не стеснялись вроде при народе, но видят, обстановочка не та. Мой папа видный деятель страны, его друзья такого же калибра и все богаты. В этом нет вины. Хором не описать здесь без верлибра. Когда поэт увидел на банкете мои подруги важных шишек дети, то сел к водилам папиных авто, что привезли подружек без пальто. Мне звезды подарили катку роз, что редко выживают в эту пору. Не смог их одолеть тогда мороз. Цвели и долго, милы, были взору. Но главное, что Вова подарил, хоть и не сразу, а заметно позже, напел он как-то нам, когда курил. Но догадайтесь сами, что же, что же у нее, у нее на окошке герань, у нее, у нее занавески в разводах, у меня, у меня на окне ни хрена, только пыль, только толстая пыль на комодах. Вот эту песню как раз посвятил он этой Наталье Тровне-Семеновой. Дело в том, что тот самый давнишний друг, который пригласил Васильева и Высоцкого, это их семейный друг Борис Мельницкий, они семьями Семенова и Мельницкий давно дружили. Вот. Вот он пригласил на день рождения Васильева и Высоцкого. Ну, а папа ее был тогда генерал-полковником на маршальской должности, он герой Советского Союза, он входит в сотню великих артиллеристов России за 600 лет, последние 600 лет, ее истории, поэтому понятно, почему об этой истории долго не рассказывалось, потому что семья была засекречена. Анатолий Афанович, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, по-вашему, что помогало Владимиру Семеновичу реализовать свой талант и писать песни, такие стихи? Знаете, есть такое правило трех С, я его услышал от кинорежиссера Элема Климова, для того, чтобы человеку реализоваться, необходимо иметь совесть, смелость и свободу. И вот те, кто знают, так или иначе, Владимира Семеновича, по его творчеству, по его ролям, они, я думаю, уверены, что все эти три качества в превосходной степени представлены. А для тех, кто не знает, может быть, из молодежи, я приведу высказывание его папы, боевого офицера, который прошел всю войну. Вот он, что он писал и сказал о своем сыне уже после ухода, Владимира Семеновича. Я прошел войну, всякое видел, и могу сказать, что сын был храбрее меня, своего отца, и храбрее, мужественнее многих из нас. Почему? Да потому, что все мы видели и недостатки, и несправедливость, и чванство людей, нередко высокопоставленных, но молчали. Если и говорили, то в застолье, да в коридорах между собой, а он не боялся сказать во всем этом на пределе голоса и сердца. И главным в своей жизни и своем творчестве он считал честность и мужество, был настоящим патриотом Родины. И я думаю, что вот его военные песни особенно, да, демонстрируют его вот этот настоящий патриотизм, и многие, ведь вы знаете, боевые, те, кто прошел войну, да, они считали, что он воевал, и даже вспоминали таких людей с фамилией Высоцкий, да, и говорили, вот я с ним воевал. Настолько он был близок этим людям, настолько он мог проникать в душу человека. Мотор мой звенит, небо моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел, а тот, который во мне сидит и зря на мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит меня механик заштопал, а тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть, аэродрому окажется, стабилизатор поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мессер Шмидт, уйду, я устал от ран, но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке запреты скорости, все перекрыв, я выхожу из пехет. Я главный, а сзади, ну, чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он затымился, кивнул и запел мир вашему дому. И тот, который в моем черепке остался один и в лип, меня в заблужденье он ввел и в беге прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и на грузке вдвойне, эх, кто же мне, летчик-ас? Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лишать на земле. Ну, что ж, он не слышит, как бесится пульс, бензин, моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его и стекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом стекло. Убит наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что я в глубоком беге и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел мир вашему дому. Мир вашему дому. Нельзя не сказать о том, что, будучи всенародно любимым, Владимир Семенович все-таки оставался непризнанным поэтом. К сожалению, да. И это, конечно, существенно отягчало его жизнь. Потому что при его жизни не было ни одного официального концерта с афишами, как это положено. И в качестве свидетельства того, как он к этому относился, и того, что он на самом деле был, и я прочту его стихотворение «Мой черный человек в костюме сером». Пожалуйста. «Мой черный человек в костюме сером, он был министром, домуправым, офицером, как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины, и улыбаясь мне ломали крылья, мой хрип порой похожим был на вой, и я немел от боли и бессилья и лишь шептал «Спасибо, что живой». Я суеверен был, искал приметы, что, мол, пройдет, терпи, все ерунда. Я даже прорывался в кабинеты и зарекался «Больше никогда». Вокруг меня кликуши голосили «Париж мотает, словно мы в Тюмень, пора такого выгнать из России, давно пора, видать, начальству лень. Судача ли отдача и зарплате, мол, денег прорва, по ночам кую, я все отдам, берите без доплаты трехкомнатную камеру мою». И мне давали добрые советы, чуть свысока похлопав по плечу, мои друзья, известные поэты, не стоит рифмовать, кричу, торчу, и лопнуло во мне терпение жило, и я со смертью перешел на «ты», она давно возле меня окружила, побаивалась только хрипоты, я отсюда скрываться не намерен, коль призовут, отвечу на вопрос, я до секунд всю жизнь свою измерил, и худо-бедно, но тащил свой воз, но знаю я, что лживо, а что свято, я это понял все-таки давно, мой путь один, всего один, ребята, мне выбора по счастью не дано. Спасибо за то, что прочитали стихотворение, Анатолий Фанасьевич, и все-таки завершая программу, что бы хотелось сказать всем телезрителям? Вы знаете, я тут буквально вчера услышал высказывание Юрия Корякина, такой известный писатель и публицист, который сказал благодарностью, что в его жизни было немало людей, рядом с которыми нельзя было врать и быть дураком. Вот в жизни нашей страны есть, был и есть такой прекрасный поэт и артист, замечательный человек, зная о котором нельзя быть дураком и нельзя врать. Вот это вот собственно я и желаю нашим телезрителям не быть дураком и не врать. Я не люблю фатального исхода от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни и диверсии червей сомнения почи и иглу. Или когда все время против шерсти или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенность и сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыта и коль чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и не спрозда. Я не люблю насилье веселье, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут душу. Тем более, когда в нее бьют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть берели большие перемены. Я это никогда не полюблю. На этом мы завершаем нашу программу. Культурный город подошел к концу. Сегодня мы вспоминали и говорили о Владимире Семеновиче Высоцком. В студии была Юлия Федориненко. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров